Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Друзья, мы очень рады, что в наши науки и технологии, любимые программы, пришли именно эти люди, потому что мы сегодня будем не только развиваться, но и веселиться отчасти и смеяться. Друзья, у нас в студии находится зав. отделом истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья имени Солженицына. Марина Сорокина. Марина, здравствуйте. Привет, Марина. У нас уже была Марина в гостях. И вот привела сегодня с собой друга профессора. Профессор Белградского университета, доктор филологических наук, специалист по визуальной культуре, истории, литературе и истории русской эмиграции в Югославии Ирина Антоносиевича. Ирина, здравствуйте. Привет. Ирина, вы у нас, собственно, и главный инфоповод. Вы приехали сейчас в Россию и привезли очень много всего любопытного. И, в частности, мы сразу готовы проанонсировать, пригласить нашу аудиторию любимую. 1 октября в 18.00 в Доме русского зарубежья состоится выставка. Она долгожданная, называется «Русский комикс Королевства Югославия». Так? Так. И вот сегодня у нас в студии очень много всего... Экспонаты или что это? Рассказывайте. Необычного. Это комиксы. Это комиксы. Слушайте, а можно я влезу и скажу два слова, да? Конечно, да. Но всё-таки нужно оправдать, почему комикс появляется в программе... Марина, в микрофон только, да, в микрофон, да. Да, почему комикс появляется в программе, которая называется «Наука». Да, психология. Вообще, я должна сказать, что мы... Ну, это уж само собой, да. Я должна сказать, что мы для страны ФМ и для наших любимых ведущих Лизы и Романа, да, которые создают такую прекрасную нам атмосферу в этой аудитории, сегодня и для вас, дорогие слушатели и зрители, приготовили абсолютный эксклюзив. Абсолютный. Здесь сразу две темы. Да. Тема возвращения и тема преодоления. И ещё самая главная тема, вот которую будет Ирина Антоносиевич затрагивать, это ещё, как вам сказать, это ещё тема научного открытия. Так. Вот если вы думаете, что открытия бывают только там в какой-нибудь физике, или гимии, или биологии. Они сейчас коллайдер остановили, Марин, думают, что там ещё они скажут. Ну, правильно, пора уже задуматься. Но, между прочим, дорогие мои слушатели, зрители и ведущие, ещё бывают открытия, и даже в таких, кажущихся довольно скучными областях, как литература, ведение и история. Причём не просто открытия, а мирового значения открытия. Я влезла поперёд профессора только потому, чтобы вы поняли, что... Сакцентировать, это важно. Конечно, конечно. В понедельник мы открываем действительно абсолютно уникальную выставку. Впервые в мире мы показываем русский комикс Королевства Югославии, который на самом деле сформировал европейский комикс. Впервые наши русские художники-комиксисты возвращаются сюда, на свою землю, в Россию. Ну, а всё остальное, конечно, расскажет профессор Белградского университета. Для тех, кто не знает, это не Белгородский, это Белградский университет. Это разные города и страны. Да, Республика Сербия, приходите в понедельник в 6 часов, открытие будет открытым, как ни странно. У нас будет весело и... у нас будет очень весело, скажем так. Так что приглашаем всех сразу, можно приезжать. Конечно, конечно, и будет масса очень интересных людей, которые будут зажигать. Спасибо. Здорово. Так, Ирина, вам слово. Что мы сейчас увидим? Давайте так. Сначала я всё-таки, благодаря Марине, которая подняла эту тему уникальности, действительно объясню, в чём уникальность, а потом покажу и объясню, что мы видим и что мы сегодня принесли. Почему действительно это уникально, даже когда речь идёт не только в рамках России, но и в рамках, я не знаю, Сербии, той же самой, европейского комикса. Дело в том, что мы представляем на выставке в Доме русского зарубежья, мы представляем не просто комиксы, то есть не комикс-журналы, не какую-то печатную продукцию, связанную с комиксом 30-х годов, что само по себе интересно, потому что это начало возникновения комикса. В этот раз у нас даже не только это, у нас выставка из оригиналов. То есть из оригиналов рисунков, то есть из оригиналов, которые как раз... Вышел тем временем. Да, да, которые, по сути дела, действительно редки сами по себе. Редки сами по себе. Но здесь ещё одна уникальность. Эти оригиналы принадлежат перу русских иммигрантов, художников-эмигрантов, которые создавали комикс Королевства Югославии. А комикс Королевства Югославии – это, по сути дела, часть европейского комикса, часть развития европейского комикса. В таких, собственно, даже очень комиксовых странах, как Франция, Бельгия, Италия. Всюду они сразу же переводились, они сразу же также издавались в этих странах. Поэтому мы ту часть истории развития комикса, которая, где, казалось бы, России нет. Мы всё время, когда говорим о русском комиксе, худо-бедно мы говорим о неких предкомиксовых, прецедентных вариантах, ну, я не знаю, тем более... Карикатуры, может быть, какие-то. Особенно связанных с детскими журналами. Веселые картинки, Мурзилка, Чижа, Ёжа и так далее. Но, а на самом деле, русский комикс был. Он состоялся, ну, видите, состоялся не в России. Не в Советской России, не в Советском Союзе. А состоялся в зарубежье. Иначе бы они потом где-то далеко составляли бы это. Да, и мало, да. Если бы в нашей стране оставились. Знаете, я не думаю, я не думаю, что здесь я пишу потихонечку историю. Изучаете, да? У меня уже сейчас выходит третья книга. Я потихонечку складываю, потихонечку складываю историю, в том числе и советского комикса. Не просто история комикса европейского, мирового, но и советского. Это действительно очень сложная история. Я ее складываю потихонечку. Там журнал «Крокодил», наверное, вот это вот. Смотрите, вот, видите, я второй раз ухожу. Вы упомянули карикатуру, а я ушла немного в сторону. «Крокодил» и я ухожу. Карикатура не комикс. А, вот. Понимаете? Карикатура не комикс. Это другой принцип. Мы как раз... Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы разберемся. Вы нам объясните разницу. Тоже интересно. Ну, я постараюсь. Мы скоро вернемся, друзья. Будьте в компании страны. «Наука и технологии». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. Ирина Антоносиевич и Марина Сорокина в гостях у «Страны.ФМ». Мы сегодня говорим про комиксы. Да, давайте объясним сначала особенность жанра комикса. Вот что это? Чем он отличается? Характеристика, что ли, его, да? Знаете, я когда писала первую книгу о поэтике комикса, я очень долго и очень по-научному подходя, я выдумала определение. Я взвешивала его, что такое комикс, да, чтобы ответить. Я взвешивала, включала, вот как кухня, да, когда составляет рецепт хозяйка, я включила ингредиенты. Фрагментация, монтаж, сюжетность, повествовательность. И вот как бы я его в разных, вот все эти фрагменты, не собирала в определении, блюдо у меня не получалось. На выходе получалось все, что угодно, только не о комиксе. Но с комиксом вообще-то очень сложно. Особенно мне в России начинать историю, что такое комикс, сложно. Потому что комикс, само слово комикс, воспринимается как-то очень стереотипно. Воспринимается, ну, как история, это нечто для детей, для неграмотных, не любящих читать, слабограмотных. Или кругов населения, или какие-то вроде бы какие-то адаптации. Еще про супергероев. Да, адаптации чего-то, что серьезный человек чем не будет заниматься. И я каждый раз начинаю рушить вот эти знания неправильные. Ты не сколько рушить, я вот-вот в чем ошибка. Я каждый раз, когда начинаю использовать имена, вот понимаете, Феллини, использовал комиксы, рисовал комиксы, любил комиксы. Сохранилась коллекция Феллини комиксов на софетах. На весы этого, знаете, комикса. Да, или Умберто Эко вот исследовал, использовал, упоминал, у него исследования научные есть. Еще один грузик хороший, да? Да, но каждый раз это как будто бы я оправдываюсь, как будто я пытаюсь сказать, нет-нет, это все-таки вот смотрите, вот есть люди. На самом деле комикс довольно серьезное искусство. Это серьезный вид искусства, который существует, существует уже больше века, о котором есть исследования, который не нуждается в каком-то оправдании и реабилитации. Но так получилось, что у нас комикс не развивался, у нас развивались какие-то отдельные формы комикса или предкомиксовые. Это в какое время, Ирина? Наверное, я, ну, начиная с момента развития комикса. Смотрите, мне кажется, у нас расхождение с европейской мировой историей комикса началось именно с 1917 года. До этого Россия полностью вписывалась в ту историю перехода от форм предкомиксовых к комиксу, которые были в мире. У нас то же самое, да-да, я покажу сейчас. Да, я просто показывала, о чем мы говорим, чтобы люди, кто нас слушает, воспринимали, вспомнили, что такое комикс. В 1917 году сменился строй, и мы пошли разными путями. Знаете, я не думаю, что сменился. Дело не в идеологии. У меня, ну, может быть, то, что я утверждаю, но это мое личное мнение. Вот в данном случае, может, комиксисты со мной не согласятся. У каждого, поверьте, у каждого, кто занимается историей комикса, своя история комикса. Слава богу, сейчас истории мало, поэтому каждый имеет право создавать истории из своих блоков. Но на самом деле мы ведь подошли к комиксам, может быть, даже ближе, чем многие страны. У нас был лубок, более того, у нас была лубочная литература с той сюжетной составляющей, которая комиксу нужна. Да, вот давайте отходим к вопросу. Ну, мы ушли в пропаганду. Комикс — это такая живая история, создает динамический эффект, вот мое восприятие какое, да, что одно переходит в другое. Цикл такой. Комикс — это сюжетная история. Это не тематические иллюстрации, связанные одной темой. Это сюжетная история. Поэтому это должна быть история. То есть, смотрите, обычно в иллюстрации как иллюстрация, любая иллюстрация, что она делает? Она, мы смотрим картинку, а потом читаем текст. Да. Иллюстрация сопровождает текст. Здесь наоборот. Здесь текст сопровождает иллюстрацию. Мы читаем картинки, а текст иллюстрирует эти картинки. Совершенно, как вы понимаете, иной, собственно, принцип. Читать комикс, если человек не умеет, ему неинтересно. Он просто не умеет читать. Знаете, сидит неграмотный мужик, там, вытирая пот, и мама, мыло. Ему неинтересно. Это мучительно, это физически сложно и так далее. Но когда научишься читать, когда переходишь от вот этих физического составления слогов, вдруг появляется вот эта лёгкость, и ты видишь этот текст. И тогда ты его понимаешь и его воспринимаешь. Между прочим, если вы хотите научиться читать комикс, приходите, опять же, в Дом русского зарубежья, потому что Ирина будет там проводить специальные на следующей неделе мастер-классы «Как читать комикс». То есть это не 1 октября, это уже в другие дни, да, следите просто за афишей. Мастер-класс «Как читать комикс». Надо сказать, что выставка будет месяц идти. Да, 1 октября будет идти месяц. Вот это вы нам принесли ещё что-то такое. Смотрите, я продолжу историю уникальности. Да, каждый должен рассказать о своём, а мне эта тема... Нет, я должна прежде всего сказать, я очень рада, что наконец-то этот комикс увидят в России. Этот комикс видели в европейских странах, русский комикс. Но вот в России это первая выставка такого... Даже интересно, о чём там сюжеты были, потому что у нас было в странице совсем другое. Да, я сейчас скажу, о чём сюжеты, но я кроме этого должна сказать, вот как Марина Юрьевна сказала, я правильно сказала, это ещё история возвращения. Это история возвращения 9 имён, 9 художников, которые не просто, я не знаю, рисовали в этом жанре, а они развивали этот жанр. Они установили правила этого жанра. Они очень многое, когда речь идёт о методологии жанра, сделали, именно когда речь идёт о комиксе, правила формирования композиции, листа и так далее. А вот насчёт тем, вы абсолютно правы, и здесь есть уникальность. Потому что европейские комиксы во многом с русской классикой, с мировой классикой познакомятся тоже благодаря комиксистам. Они вносили русские темы вот в тот же европейский комикс. Да не просто русские темы, Ирина Николаевна, русскую классическую литературу. Вот иногда слушаешь, вот я иногда слушаю радио не только страну ФМ, но ещё и другие радиостанции. Но это очень недолго, да? Очень недолго, да, потому что там нередко обсуждают, как популярен сегодня комикс вообще, да, здесь, в России, особенно среди молодёжи. И все сетуют на то, что, чёрт побери, русской классики нет в комиксе. Вот бы надо это сделать. На этом месте я, конечно, подпрыгиваю, потому что русские художники, эмигранты, комиксисты в этой самой Югославии в 30-е годы создали огромную просто библиотеку русской классики в комиксе. Друзья, кто именно был там, в этой библиотеке, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании Страны ФМ. Не переключайтесь. Друзья, по-прежнему мы рассуждаем о комиксах. Подключайтесь к нашему разговору. Если есть вопросы к гостям, пишите 8909-9281-899, смс, ватсап, вайбер. Да, я хочу показать, что здесь изображён Старик Хаттабыч, это история. И вот этот комикс сделан до кинофильма, который мы знаем. В каком году, кстати, до этого? Не то, что до кинофильма, он даже до первых иллюстраций Старика Хаттабыча. Даже так? До первой отдельной книги. Потому что Иван Шиншин, это комикс Ивана Шиншина, он рисовал, читая пионерскую правду. И он не знал окончания, он не знал, чем закончится история. Первая история Лагина о Старике Хаттабыче печаталась в пионерской правде. И вот он, читая, получая номера пионерской правды. В монархическом Белграде добавлю я от себя. Как он, это для меня существовало. Контрабанда? Загадка, да, как они получали советскую литературу. Он начал рисовать свою историю. Понятное дело, что никакой в плане, здесь изменённая история. То есть в любом случае они все истории меняли. Мы не говорим об адаптации. Это любая классика, которая подавалась, это была не адаптация. Эта история изменённая. Это, конечно, не про советского пионера и не про социалистический строй. И это раньше 1956 года, когда фильм вышел. Нет, ну это понятно. Это 1939 год. Это 1939 год. Эта история. И эта история о бойскауте. Поэтому галстук у него есть. Бойскауте всё-таки. Да, это история об бойскауте, но эта история ещё очень ностальгическая. Потому что это история о той России, которая могла бы быть. Это история, как старик Хатабыч, они... Грустно. Там есть ещё один, в одном кадре очень иллюстративно, когда, помните, они летят на ковре Сомалити. И Волька показывает ему, и старик Хатабыч ухает, видя прелести социалистического строительства Советской России. А там они пролетают над Москвой, где колокола, церкви, значит, вот эти разрушенные здания, они пролетают над той страной, которая могла бы быть, и о которой ностальгировал Иван Шиншин. Поэтому это несколько иная история. Как, например, есть великолепный комикс, он сам по себе культурологическая такая жемчужина, редкость. Потому что, опять, в монархическом, как правильно Марина Юрьевна говорит, в Белграде, где сидит цвет такой монархической нашей русской эмиграции, Сергей Соловьев рисует комикс по роману Михаила Шолохова «Тихий дон», комикс называется «Казаки», где он рассказывает свою историю, свою историю гражданской войны, свою историю столкновения, свою историю со страшными кадрами. То есть это серьёзнейшие романы, это серьёзнейшие произведения. Вот мы говорим, что у нас о Первой мировой, о гражданской войне произведения массовой популярной культуры, их почти нет. У нас всё уходит в какую-то вот эту мертвенную серьёзность. А там очень серьёзные вещи языком, вот этим графопоэтическим, скажем, передаются. И они действительно, ну, вот мне, когда я читала, это были потрясающие вещи. Хотя там есть, то есть это своя история, история, рассказанная глазами уже вот белого эмигранта, казака Сергея Соловьёва. Причём в тот момент, когда «Тихий дон» опять только же создаётся. Но у них была потрясающая актуальность. То есть третьего тома «Тихого дона» нет. Вот точно так же вот уже, когда мы начали советскую тему, вот мы пропустили тему классики, как-то ушли от неё. Но если говорить о советской теме, точно так же молодой Николай Навоев «Золотого телёнка». Уже иллюстрируют, да? Не иллюстрируют. Нет, он рассказывает. Он пересказывает уже на языке комиксов. Нет, знаете, на языке комиксов. Переводит. Транспозиция. Он переводит на язык другой формы. Вот там тоже своя история или там по сюжету буквально? Знаете, да. Он нет. Вот в данном случае не удалось, не смог. Он не совладал с «Золотым телёнком». Обычно я должна упомянуть Николай Навоев, Сергей Соловьёв. А значит, они большей частью работали сценаристом, сербом Бранко Видичем. И он был великолепным сценаристом. Чудесным, потому что составить сценарий комикса – это тоже... Его рода, да, не то, что труд. Это, в общем, отсюда голливудские сценарии все выходили. Сценаристы, они все выходили из тела комикса. Вот мы тоже очень интересную тему затронули вне эфира. Хочу слушателям, зрителям сказать, что раскадровка, по факту, это второй этап комикса, так скажем. То есть из комикса это всё родилось. Без раскадровки комикса нет. Без распределения на кадры. Но их не просто нужно нарезать квадратики. И в них нарисовать что-то. Потому что получается серия иллюстраций. Получается рост тематических картинок. Но они должны собираться в истории. Вы должны их читать. Нанизывать на сюжетную ниточку. Да, искусство. Вот это читать, оно дало понятие раскадровки. Потому что, ну, вплоть, я не знаю, вот сейчас вышла, недавно вышла история, она чем интересна для нас комиксистов, кто занимается поэтикой комикса. История биографических фильмов о Серже Гинсбурге, да, она интересна тем, что сценарист не писал сценарий. Он сделал комикс. Прямо с облачками, с рисунками. То есть он раскадровку сделал в комиксовом виде. Он вообще сценарий не писал. Ну, так это же новая форма. Ну, вообще-то раскадровкой, раскадровкой, ну, я не знаю, молодой Зейнштейн в 16 лет рисует комиксы. И отсюда начинается история раскадровки. Считается, что первая раскадровка – это компания Волта Диснея, 1933 год, но на самом деле, конечно же, намного намного. Просто стало известно, наверное, и широко. Ну, да, конечно, а как же не гордиться, когда из 12 крупнейших художников Королевства Югославии или просто Югославии межвоенного периода, то есть между Первой и Второй мировой войной, из 12 крупнейших общепризнанных художников, 9 – это наши русские люди. Это те самые, мы говорим, художники-эмигранты, которые прошли всю гражданскую войну, они практически все воевали, да? И вот после, это очень интересно психологически, как люди, которые прошли через страдания, кровь, пот, бесконечные, ну, бесконечные проблемы. Потеряли родину практически. Ну, родина-то она у нас всегда в сердце, да? Ну, тем не менее, уехали, да. География – это следующий фактор, да? Но они сумели, мало того, что выжить, они сумели преодолеть свою травму, и они сумели подарить миру совершенно новый и жанр, и свое отношение к этому жанру. И, между прочим, это еще и была, ну, если хотите, пропаганда за Россию, потому что комикс – это был еще и учебный материал для наших балканских... Марин, ну, и это многое говорит о том, что они в войну рисовали Курскую дугу. Ну, это вообще совершенно потрясающий факт. Я просто как историк, вы знаете, и лично я никакого отношения к комиксу не имею, скажу совершенно откровенно, да? Но я как историк была потрясена, когда увидела совершенно новые источники, которые совершенно по-другому дают возможность посмотреть на нашу эмиграцию. И вот этот комикс, который существовал и в учебной литературе, да, и в пропагандистской литературе, и просто как нарратив – это, конечно, вещь совершенно уникальная. Ну, представьте себе, это белые, белые, бывшие белые офицеры, да, которые сидели, как мы вот все время говорим, в монархическом Белграде. А к 43-му году этот Белград уже был оккупирован нацистами. И вот они сидят и рисуют комиксы. И не просто комиксы, а комикс «Курская дуга». Вот если хотите, это есть овеществлённый патриотизм. Вот почему, если у нас есть ещё 15 секунд, я хотела бы сказать, что, да, мы сегодня много говорим о художниках и о том, что они принесли в этот мир, но я должна заметить, что если бы Ирина не собрала все эти листы, которые, бог знает где, пылились на чердаках, валялись, где-то прятались в библиотеке, если бы она это не собрала, не собрала эти комиксы, а самое главное, если бы она не восстановила, ну это для меня, как историк, ведь полгода тому назад все знали имена этих художников и даже их признавали, да, посмертная слава большая, но никто никогда не видел их в лицо, никто никогда не знал их в биографии. Но теперь справедливость восторжествовала. Конечно, скоро вернёмся. Друзья, маленькая пауза, потом и вернёмся. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, Ирина Антоносиевич, Марина Сорокина в гостях у Страны.ФМ по-прежнему мы вам напоминаем, что очень скоро случится выставка «Русский комикс Королевства Югославия». 1 октября, в 18 часов. Дом русского зарубежья. Приходите, будет интересно, весело и очень весело. И очень весело, и познавательно. У нас лежит картина. Большая, прекрасная. Вот мы её показываем сейчас. Что это? Расскажите нам. Знаете, я когда начала... Вот я когда говорю оригиналы, я понимаю, что мы привезли оригиналы, вот первая выставка оригинала. Я понимаю, что люди не совсем понимают, потому что чаще всего комикс воспринимается вот так. Ну да. Как комикс-журнал. Вы зарубаватели говорили, да. Нас, да. Их продавали вот в таком виде. Их продавали, это комикс-журнал, как вы видите... Какого года? Значит, это 1940 год. 1940 год. Вот такой журнал, который выходил в Ягославии. Вот вы видите храбрый солдат Швейка здесь на обложке. Значит, и уже упомянутого нами Ивана Шиншина. А вот там, вот там оригинал. Это тот, та страница из того же Швейка, того же Ивана Шиншина, но оригинальные комиксы... То есть то, что взял Иван Листок и нарисовал вот это. Выглядели вот так. Вот на таком большом листе они рисовали. Здорово. И действительно, посмотрите, искусство и так далее. Уже я говорю искусство графики, да. Я уже не говорю об искусство графики. Вот композиция сама, посмотрите, еще плюс. Это ведь начало развития комикса. Он нахулиганил, видите, там в виде замочной вот этой скважины, поскольку этот Шмейк подсматривает историю, которая происходит. Там вот есть сама композиция даже неинтересная уже, особенно для того времени. Вот он рисовал на большом листе бумаги. Потом это была фотооценка графика. А чем рисовали? Что это было? Ну, в данном случае иногда тушью. Зависит от кто как. Иногда пиром. Надо точно рисовать. Иногда карандашом. Вот там есть карандашные еще, если ближе посмотреть. Наброски, да. Есть карандашные наброски, которые сверху покрывались тушью. Николай Навоев, например, рисовал пером. И только исключительно пером. Значит, кто как. Техники разные. Их ведь очень много. А потом они переносились, видите, вот на такую, иногда на... Это чуть позже. Это уже немножко типографическая пошла схема. Типографическая есть. Это чуть позже, значит, вот этот листочек, иногда на кальку, значит, на листок пергамента и так далее, переносился. Для промышленного уже использования. Вот этот кадр и потом распечатывались в таком виде и переносились, уже печатались в виде журнала. В журналах, к сожалению, в журналах фотоцинкография не была, она была самым дешевым способом. Надо было экономить, конечно, чтобы цена была небольшой. Особо, значит, переноса, так скажем, картинки. Поэтому, конечно же, терялось то, что есть в оригиналах. Терялся объём, терялась глубина кадра, оттеночная вещь, вот он, разворот этого же швейка. Поэтому мне так важны оригиналы, поскольку они показывают вот то, что я пытаюсь всё время сказать. Смотрите, вот как здорово, какая композиция, какая история и так далее. Как это всё находится, ищется в домах, у людей, покупается в библиотеках? В принципе, в принципе, мы сейчас... Этому Добру же там по 70 лет. Да, да, да. Сейчас делается серьёзная вещь, чтобы всё это было поставлено под защиту государства, в данном случае государства Республика Сербия. Но начиналось всё, вот Марина Юрьевна упомянула меня, а я обязана упомянуть одного человека, без которого бы ни дальнейших моих исследований ничего не было. Человек-собиратель, коллекционер, исследователь, который начал, в принципе, всё это собирать. Это Здравка Зупан, к сожалению, покойный, но приедет его жена, которая нам предоставила часть своей коллекции. Спасибо всем в Сербии, кто дали, все потихоньку, у кого есть, дали из своей коллекции. Мы действительно собрали выставку оригиналов. Значит, и это редчайшая вещь, потому что вот такой выставки оригиналов не было ни к ней. И мы ещё раз приглашаем всех. Да, друзья, 1 октября в 18.00, Дом русского зарубежья. Ну, не обязательно приходить 1 октября, выставка продлится месяц, так что успевайте. Спасибо. Ну, весело будет 1 октября. Ну, весело 1 октября. Мы тоже приглашены встретимся, друзья. Весело и очень весело, друзья. Ирина Антоносиевич, Марина Сорокина были в гостях у Страны ФМ. Спасибо комиксу «Жизнь», друзья. До новых встреч в фильме. Ура, мы с вами здорово. И мы с вами. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Субтитры сделал DimaTorzok